Поскольку онлайн-магазин может быть доступен для покупателей со всего мира, следует задуматься, как сделать его эффективным средством коммуникации и продаж на целевом рынке. Для этого необходимо определить целевую аудиторию и адаптировать онлайн-магазин к ее требованиям и ожиданиям, помимо всего прочего, учитывая их культурные особенности. О чем стоит подумать в начале работ по локализации? Какой стиль общения предпочитают на целевом рынке, формальный или свободный? Что мотивирует, выгода, признание, достижение или что-то другое? Насколько важна точность, есть ли рамки для погрешности в подаче информации? На чем базировать аргументацию, эмоции, гармонии, совести? Или больше подойдет выгода, расчет, прагматичность? Насколько важно мнение индивидуума в обществе? Знания о культурных деменциях помогут вам найти и сгруппировать ответы на эти и многие другие вопросы, важные для должной адаптации веб-сайта к требованиям целевой аудитории. В наших предыдущих видео вы найдете анализ отдельных культурологических моделей, применимых онлайн. А в этом видео мы представим резюме различных моделей и выделим основные деменции, которые повторяются от автора к автору. Действительно, можно заметить, что культурные деменции, предложенные разными авторами, в чем-то пересекаются и повторяются. Например, многие деменции, предложенные Ховстеды, в той или иной форме появляются и в моделях других авторов. Рассмотрим самые популярные деменции. Деменция дистанцирования власти предложена Ховстеды и аналогична деменция иерархии от Шварца, либо концепция власти от Маркуса. Основная мысль здесь – это понять, насколько для целевой аудитории важен статус власти. На веб-сайте эта деменция может повлиять на стиль презентации компании, на количество информации, посвященной топовым лицам компании для поддержания доверия и солидности. Если статус власти в обществе считается важным, то с большей вероятностью посетители веб-сайта будут обращать особое внимание на наличие и содержание официальной информации о компании, об ее организационной культуре, об ответственных лицах, о реестровых номерах, различных сертификатах, штампах и прочем. В то время, когда эти аспекты посетителю не важны, то больше подойдет неофициозный стиль подачи информации о компании. Деменции коллективизма и индивидуализма предложены Ховстеда и часто используются другими авторами. На них похожи деменции консерватизма, интеллектуальной автономии, эмоциональной автономии и равноправного участия, предложенные Шварцем. Тут основная мысль заключается в межличностных отношениях в обществе, в природе побуждения к действию через личные или общественные цели и достижения. Эти аспекты могут влиять на многие сферы веб-сайта. Например, мотивация покупки может базироваться на акцентировании личных достижений, возможных при покупке через веб-сайт, или на общечеловеческих ценностях и пользе для общества. Следующая деменция связана с количеством и стилем подачи информации. Это мужественность и женственность от Ховстеда, гармония и мастерство от Шварца, насыщенный и скудный контекст от Маркуса и Синка со авторами. Основная задача – это определить нужное количество информации, которое было бы исчерпывающим для целевого рынка и не слишком навязчивым, чтобы не было отвергнуто как спам. Кроме того, эти деменции позволяют сориентироваться, какая техника маркетинговой поддержки может быть более эффективной на целевом рынке, агрессивная или ненавязчивая. Знания о проявлениях этих деменций позволяют адаптировать стиль подачи онлайн-предложения и онлайн-магазина в целом. Деменция избегания неопределенности часто упоминается, особенно когда речь идет об онлайн-покупке. Основная идея здесь в том, что следует определить, насколько на целевом рынке приемлема неопределенность. Одним людям нужен исчерпывающий объем подробной информации для принятия решения, а другие особо не интересуются деталями. Однако, понятно, что в контексте онлайн-продаж аспект неопределенности становится особенно важным и влияющим на конверсию визитов в продаже. Поэтому основная цель – сделать онлайн-магазин как можно более понятным и предсказуемым для покупателя, чтобы уменьшить неопределенности и исключить любую двусмысленность. Все элементы онлайн-предложения должны быть ясны. Описание продукта, ценник, способы срок доставки, способы оплаты и наценки, условия гарантии, возврата товара и платежа, ответственные контактные лица, адрес компаний и прочая юридическая информация о компании. Следующая деменция – долгосрочная ориентация от Ховстеда, либо восприятие времени от Маркуса. Тут речь идет о различном понимании временных сроков, пунктуальности и допустимых терминов реакции на запросы, приемлемых сроков доставки, обработки запросов на возврат платежей и прочее. Безусловно, правило «делать все как можно скорее» должно бы сработать на любом рынке, но все же для начала следует оценить, способна ли компания обеспечить соблюдение сроков, принятых на целевом рынке. Если компании не способны вписаться в темп, заданный рынком, то лучше отложить появление на данном рынке до момента, когда онлайн-магазина будут в наличии все нужные ресурсы для обеспечения соответствия сроком, поскольку всегда лучше и дешевле с самого начала заслужить доверие и поддерживать его, чем восстанавливать потерянное доверие потребителя. Перечисленные деменсии встречаются в нескольких культурологических моделях, что позволяет определить, на что именно следует обратить внимание изначально при локализации онлайн-магазина или веб-сайта. Однако, учитывая особенность онлайн-коммуникации, важен также и аспект технологического развития и готовность потребителя использовать предложенные технологии. Успех онлайн-коммуникации зависит от доступности технологий и наличия желаний и навыков, чтобы ими воспользоваться. Поскольку интернет расширяется в мировом масштабе и становится все доступнее широким слоям населения, применение культурных деменсий в формировании стратегии выхода на новый рынок с помощью электронной коммерции становится важной составляющей успеха.